сегодня я буду делать вот такие вот гнёки покажу вам как их легко и просто делать очень на самом деле вкусная и вчерашняя картошка не пропадет смотрите мой рецепт вот они получаются такие нежно красивые внутри с пармежанчиками зеленым сладким горошком то что надо для теста я возьму картошку у меня вчерашняя отварная картошка мука яйцо соль и перец первым делом я натру картошку на терке а потом дальше покажу как делаю это тесто натираю вот картошку на такой мелкой совсем терке это так чтобы она такая была пушистая воздушная вот так вот натираю всю картошечку вот такая она получается красивая мягкая вот я натерла свою картошку она вот такая воздушно-пушистая выливаю сюда вот так немного растопленного масла совсем и присыпаю мукой вот так высыпаю я это муку потихоньку вот так вот перемешиваю еще немного добавлю немного соли обязательно надо солить перчить потому что будет совсем безвкусная добавляю соли делаю вот такую вот дырочку внутри и взбиваю одно яйцо до начала будем смотреть что нам надо добавлять выливаю сюда и потихоньку осторожно перемешиваю так что все хорошо соединилось добавляю сюда немного зелени пока мешаю вот ну в принципе сейчас будем готовы будем замешивать тесто и начинаем потихоньку я покрою мукой руки и начинаю потихоньку замешивать это тесто тесто получается такое очень мягкое как бы его сильно муки добавлять не надо иначе будет очень жестко и перерабатывать не надо нам надо так чтобы она собралась в такую вот кучку ну в любом случае месим пока она не соберется в мягкую кучку вот тесто у нас начало собираться как я уже говорила его сильно перерабатывать не стоит я вот так вот сейчас присыплю досточку мукой еще пару раз его так ему надо хорошо так если она немного увлажняется немного еще можно муки но как я сказала сильно сушить тесто не надо у нас должны быть сочной ночи не очень вот в принципе тесто я считаю у меня готова сейчас будем дальше делать вот я разделю свое тесто на части так чтобы мне легче было работать и эти комочки отложу в сторону которые мне сейчас не нужны вот этот комочек который с которым я буду работать так еще немного присыплю руки присыплю и начинаю его раскатывать в такую эту полосочку трубочку вот колбаска моя готова и теперь ее на эти на порционные кусочки режу или какие рассчитывайте что они еще немного увеличатся как будут вариться вот первые мои нючки готовы тесто очень мягкая и ароматная и так я продолжаю со всем своим тестом я потом будем передвигаться и варить их ну вот я раскатала все свое тесто сделала все свои подушечки и будем передвигаться к плите варить наши нючи вот в кипящую воду я вот так вот бросаю прямо подушечки я не знаю не совсем много надо за за раз я где-то штук двадцать кину и варю их пока они не всплывут осторожно так чтобы они не прилипли обязательно проверить чтобы они к дну не прилипли ну все теперь ждем пока они не всплывут вот мои нюки всплыли я можно в принципе их просто отваривать дальше а я хочу свои поджарить то я их вот так осторожно вылавливать буду и перемещать в сковородку разогретую и вот так дальше их просто поджариваю на высокой температуре у меня уже было разогретое оливковое масло в сковородке будем жарить как я говорила я их вот так варю немного за раз чтобы они и не слипались и поджаривались и варились хорошо мы сейчас поджариваем их с обоих сторон до хрустящей корочки я добавляю немного маслица он да даст такого хорошего вкуса немного свежего и молотого перца но перец и вообще специи если вы попробовали тесто вас не очень соленое можно сейчас же немного соли добавить теперь смотрим прошло несколько минут смотрим вот они начали подрумяниваться с этой стороны и потихоньку осторожненько их переворачиваем так чтобы они подрумянились с другой стороны вот такой вот красивый цвет у них получается и продолжаем жарить еще пару минут так что подрумянили с той стороны ну вот нёки уже практически у меня готовы они румяненькие с обоих сторон как бы красивенькие и я добавляю в это все сладенький горошек так чтобы и овощи были и они добавляют поднимают это блюдо совсем на другой уровень своей сладостью сейчас горошек прогреется и в принципе мы будем готовы кушать можно еще немножко маслица добавить так чтобы все заправилось ну вот гнёки наши готовы будем их доставать у меня малыши очень любят такие гнёки попробуйте особенно в день когда у вас есть картошечка неиспользованная все получается очень очень вкусно ну вот и все гнёки у нас готовы и все это конечно же очень хорошо сервировать со свежим пармежаном приятного аппетита